Ну, ваш вопрос, девушка, да? Ваш? Спасибо большое. А не на такой вопрос. Я очень запуталась. Мы с мужем до самого вместе. Я вредная, он хороший. В общем-то, все хорошо. Но год назад муж решил, что ему нужно отдыхать одному без нас. Ну, правильно. Сколько можно быть вредной? Устает же человек. Я понимаю, я пытаюсь что-то сделать. Я не знаю, как мне поступать в такой ситуации. Он уезжает, я остаюсь дома, у нас четверо детей. И я очень злюсь, я не могу принять этого. Я не могу, я боюсь его потерять. И вот это вот все. Мне тут надо быть строгой. Или принять такой езем, у меня страшно тогда. Строгость означает принятие судьбы. Нужна молитва и успокоиться. Первый этап. Второй этап – контакт. Вот он сейчас на вас очень глубоко обиделся в сердце. Ну, то есть он такой, как бы, ну, бросить вас не может, потому что он очень верный. Ну, то есть он обиделся и просто хочет жить отдельно, и все, как бы обиделся, устал от вас, обиделся. Надо молиться, чтобы успокоиться. А потом контакт. Ведь от чего истерики-то ваша? От неприятия. Не можете принять через него свою судьбу. Ну, примите сейчас молитвы. Вы что потеряли? Он вас не бросил, все нормально. Вы молитесь, примите его. И когда примите, он начнет исправляться. Это следующая стадия победной судьбы. Сначала принятие, потом он исправляется уже. А вы хотите внешне все решить, да, его за шкирку назад домой, да? Это не работает. Это не работает. Понимаете, у него два варианта было. Или вообще уйти, или уйти на время. Он выбрал правильный вариант. Веды описывают, что так надо делать. Не можешь с близким человеком жить, живи отдельно, но не бросай. Это праведное поведение. Он выбрал праведное поведение. Поэтому его обвинять не в чем. Вы просто помолитесь, чтобы он успокоился. И дальше, как бы, примите его. И он будет вас принимать, вы его постепенно все наладите. То есть вы можете принять его въезд, его отпуска, въезд? Сначала в молитве успокоиться. Принятие будет на втором месте после успокоения. А после принятия будет диалог. Начнется отношение. Насчет вопроса, напрасны были ли у него там женщины? Как это? Нет, не напрасны. Конечно, не напрасны. Мужика своего никому не отдавать. Как? Силой внутренней. Сила означает верность. Надо ему звонить, говорит, ты должен, ты хорошо, ты уезжай, все нормально. Но тот должен знать, что я твоя жена. Тебе больше четверо детей, никто не родит. Понял? По-доброму, спокойно. Не можете, ваша проблема. Видите, надо узнать проблему просто и все. Ее решите. Если вы сами не хотите, чтобы он вас бросил, он вас никогда не бросит. А не хотеть означает сильная верность для женщины. Сильная верность. И он все, он безоружен, он ничего не может сделать. Я же вам постоянно об этом говорю на ряду. Сильная верность идет от Бога. Станьте сильной. Человек должен стать сильным в этой жизни. А потом все остальное уже. Продолжение следует...